6 ноября – знаковая дата для Самарского трамвайно-троллейбусного управления. В этот день в разные годы открывали трамвайные линии, запускали новые маршруты. А в 1942 году сдали в эксплуатацию первую линию электропередач для троллейбусов. Об этом и других страницах насыщенной истории предприятия, исполняющем обязанности главы города Ивану Носкову, рассказала Левтина Новикова, заведующая выставочным залом. Вышел первый Самарский трамвай. Священник осветил пути и трамвай, перерезал ленточку глава города. Все честь по чести. И здесь вот мы видим, это наш основатель, которого мы очень почитаем, Павел Антонович Суткевич. Музей ТТУ был создан в 1982 году. Располагается он в том же здании, что и вагоноремонтная мастерская. С ее работой познакомился Иван Носков. Здесь сейчас обустраивают зону для того, чтобы проводить техническое обслуживание новых вагонов, которые поступают в распоряжение парка. А рядом выполняют ремонт вагонов, которые уже давно на городских маршрутах. При достижении определенного пробега их красят, обновляют элементы кузова и производят ревизию всех механизмов. Мы полностью разбираем ходовую часть, делаем ревизию колесных пар, если требуется смена бандажей, ревизию редукторов, замена изношенных подшипников, шестерен, узлов, деталей, элементов самой ходовой тележки. Дальше электротехнические работы, связанные с проводкой, с освещением, с отоплением, с пультом управления водителем. Как отмечают исполняющие обязанности главы города, этот вид городского транспорта является одним из самых экологичных, и его развитие является мировым трендом. Очень здорово, что в те годы, когда во многих городах трамвайное сообщение было остановлено по разным причинам, в Самаре это сохранили в достаточно хорошем состоянии. Это транспорт, который, в моем понимании, точно должен остаться по разным соображениям, начиная с того, что это удобно, особенно когда это идет выделенная линия, это красиво, экологично, ну и, наверное, немаловажный такой туристически привлекательный объект. В области, у города большие планы на развитие трамвайного сообщения. В этом году для улучшения транспортной доступности был выполнен капитальный ремонт трех трамваев модели Татра Т-3, закуплены новые трехсекционные вагоны, а также 71 односекционный трамвай, которые постепенно будут поставлять в город на протяжении двух лет. Также в этом году впервые за долгое время началось обновление трамвайных путей. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров, События.